Тот праздник, конечно, для кого-то он ценен, для кого-то нет. Я сегодня ездила в прорубь, купалась, приехала вся такая умиротворенная, свободная, такая счастливая. И понимаю, что наша компания, она дает не только возможность быть богатым, но и быть еще вот именно свободным, свободным именно во времени. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто сегодня вместе купался с нами в проруби. Я хочу посмотреть, сколько у нас закаленных людей. Жду от вас пятерочки. Значит, пока рассказываю. Сегодня у нас конференция с вами вопрос-ответ, как обычно, по понедельникам. Меня зовут Светлана Генералова. Я для вас сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Так, ребят, вижу одну пятерочку, у нас было двое. Нет, вижу еще есть пятерочки. Замечательно. Шикарно. Значит, всем моржам передаю огромный привет. Сегодня мы с вами смыли все наши грехи. И мы будем строить бизнес в 2015 году самыми чистенькими и безгрешными. Поздравляю вас с этим. Сейчас, пожалуйста, партнеры, прошу вас писать ваши вопросы. В свою очередь, хочу, чтобы каждый из вас прочитал вот этот слайд, который вы сейчас видите в процессе нашей с вами конференции. И вдумался в те слова, которые там написаны. Мне очень сильно понравилось это. И я решила, чтобы вы тоже их прочитали. Чтобы вы тоже прониклись этими словами. В свою очередь, хочу вас поздравить с началом новой недели. Сегодня, надеюсь, мы с вами много обработаем информации. Я отвечу на большое количество ваших вопросов. Звук есть, надеюсь, видео тоже есть. Поэтому у кого, если этого нет, то, пожалуйста, перезайдите, попробуйте зайти с другого браузера. Вот, ребят, значит, что я вам хочу сказать, пока вы пишете свои вопросы. Я хочу вас поздравить, что вы в самом хорошем, в самом классном, в самом надежном месте. Как сейчас я говорю своим партнерам, я в компании, у которой три завода. А три завода, это означает стабильность, это означает надежность. Это означает, что наши заводы, они производство, огромное производство, конечно же, это та стабильность и та надежность, которые будут работать долго-долго, время, очень-очень много лет. Поэтому, если кто-то еще в чем-то немножко сомневается, да, потому что, я думаю, здесь все-таки у нас сегодня присутствуют в основном партнеры, то узнайте побольше о нашей компании, новичке, узнайте о том месте, где вы находитесь, о той надежности, о той стабильности, которую вам дает компания, чтобы вы могли отдаться полностью душой и сердцем. И когда, конечно же, вы это сделаете, вы поймете, что этот бизнес строится вот так вот, просто, легко, раз, два, три, и готово, и бизнес готов. Поэтому, я желаю всем успехов, давайте я начну отвечать на ваши вопросы, пишите, пожалуйста, их, чтобы мы сегодня побольше информации смогли с вами обработать. Итак, значит, первый вопрос, когда бы к офису на русский переведут, неизвестно, Ален, ну, Бен обещал сделать в 2015 году, это он говорил в своем видеообращении, 2015 год только начался, поэтому, я думаю, что мы подождем ни разу, то, что Бен нам обещал, ни разу не было такого, чтобы он не исполнял. Поэтому вопрос времени, вопрос времени, и поэтому, ну, как бы, ребят, ждем, Бен всегда держит свое слово. А если вам мешает гугловский перевод, ну, на самом деле, если честно, мне не мешает, я как бы спокойно к этому отношусь. И все партнеры, кого я регистрирую, когда мы, допустим, Россия, Федерация, или там раньше была Русская Федерация, я просто говорю, ну, гугловский перевод, что вы хотите. Американский язык гугл не так знаком, и все, как бы, это все, на самом деле, очень просто проходит. Давайте, следующий вопрос, 1, 2, 3, это непросто, Александр, ну, если вот то, что у вас в голове, то у вас и в жизни. Вот, допустим, сегодня мы, когда были на проруби, стояли люди в одежде, которые планировали купаться, и в итоге не сделали этого. Вопрос просто, я подошла, а вы не купались, нет, я говорю, а почему страшно? Вот их был ответ. Я иду, мне страшно, я знаю, что будет холодно, я знаю, что у меня очень сильно потом замерзнут ноги, и будет очень больно пальцем, но я это делаю, потому что я хочу это сделать. Мое желание выше моего страха. Именно поэтому я иду и делаю. То, что у вас в голове, то у вас и происходит в жизни. В моей голове было желание намного выше, чем страх. Именно поэтому я пошла, это и сделала. То же самое я адресую к вам. Если у вас в голове непросто, ваш бизнес, он будет непростой. Как только вы поменяете свои мысли, как только вы поменяете свою голову, вы увидите, как изменится ваше окружение, как изменятся люди в вашем окружении, и вы увидите, насколько прост станет ваш бизнес, и насколько станет просто его строить. Услышьте меня, пожалуйста. Ну, как бы, это опыт. Это опыт, это непридуманные слова. Настя пишет, как предлагать бизнес, вызывать доверие у знакомых. Мне не хотят верить. Настя, на то они и знакомые, чтобы они вам изначально доверяли. Понимаете, теплый круг, наши знакомые. Почему мы их и называем теплый круг? Потому что между нами есть человеческое тепло и доверие. Если не верят вам ваши знакомые, задумайтесь, на самом деле ли они вам близки. Это первый момент. Второй момент. Вы расскажите о нашей компании. Расскажите по-простому. Расскажите о заводах, о производстве. Что это не пирамида, что это не лохотрон, что это компания, у которой шикарное большое производство. Офисов у нас очень много. Склады в разных странах тоже. Это не просто так. Расскажите им разницу. В конце концов, включите вы им видеоролик, где Путин и Медведев говорят, что интернет-бизнес – это бизнес 21 века. Что мы поддерживаем этот бизнес. И что мы в ближайших три года не собираемся облагать его налогами. Покажите это. Покажите. Не веришь мне? Посмотри, что говорит наш президент. Вот я лично, у меня партнеры сделали так. И я лично их в этом поддерживаю. Просто, пожалуйста, посмотри. Тебе говорит глава государства. Не веришь ему? Тогда извини меня, иди работай на дядю. А вообще я никогда никого не тяну в наш бизнес. Либо человек понимает, понимает, что можно жить по-другому. Либо человек видит эту возможность. Либо, ну извините меня, ребята, есть такие люди, которые никогда не поменяют свою жизнь. У меня у самой есть такая подруга, близкий мне человек. Я неоднократно уже о ней рассказывала. У нее хватает ее зарплаты только на кредиты. И то чуть-чуть не хватает. У нее сегодня день рождения, 19 января. Она его не отмечает, потому что ей еще не пришла зарплата. Когда она придет, она положит ее все на кредиты. И отмечать она в этом году его не планирует. Она знает мои заработки, и она не идет ко мне в команду. Потому что этот человек не готов брать на себя ответственность и менять свою жизнь. Я готова брать на себя ответственность, а она нет. Я хочу жить не в кредит, но она, видимо, нет. Есть такие люди, и, к сожалению, ничего им не поможет. Даже когда вы заработаете и принесете им на стол, положите 3000 долларов, они скажут, а вдруг они поддельны, а вдруг ты у кого-то взяла, а вдруг у меня не получится и так далее, и так далее, и так далее. Ребята, это такой тип людей. А тот тип людей, который хочет жить по-другому, тот тип людей, который готов менять свою жизнь, его видно издалека. Вам нужно просто рассказать правильную информацию о нашей компании по-простому. Если это простой человек, который всю жизнь работал на государство, там, продавцом, не важно, кем он работал, вы расскажите ему стабильность, расскажите, что у нас три завода, покажите президента, покажите Медведева, и пусть человек увидит эту стабильность и надежность. И тогда у людей не будет лишних вопросов, и не будет слова «не верю». А вообще можно отработать это возражение, что это дело не веры. Верить нужно в Бога, а бизнес нужно строить. Поэтому смотрите сами. Дальше, следующий вопрос. Света, почему компания не высылает каждому партнеру договор о том, что там работаем? Свет, потому что вы этот договор можете даже распечатать у себя в кабинете. Когда вы регистрировались, вы ставили две галочки. И одна из галочек – это условия, с которыми вы соглашаетесь. То есть тем самым вы подписываете договор с компанией. Поэтому компания и не высылает эти договора. Потому что вы в онлайн-режиме – это договор оферты. А договор оферты, он не на бумаге. Дальше, следующий вопрос. Сколько времени есть у человека, если он зарегистрировался в декабре, в январе, проплатить не может? Когда его удалят? После того, как заблокировали кабинет, кабинет еще есть в матрице в течение двух месяцев. По истечению двух месяцев из матрицы кабинет удаляется. Все. Соответственно, ребят, у вас всего два месяца. Так, следующее. Знаете, кстати, хочу вам рассказать вот насчет вот этого удаления. У меня знакомая привела подругу. Мы пообщались по скайпу, потому что это человек из другого города. Она загорелась, решила с нами вместе строить бизнес, звонит мужу. А она мамочка в декрете. Муж говорит, подожди два месяца, я тебе дам денег. Знаете, что этот человек сказал? Пока я буду ждать два месяца, твои деньги, я за эти два месяца уже начну зарабатывать больше, чем ты зарабатываешь сейчас в месяц. Все. Я была, если честно, не то что шокирована этим ответом, но мне было очень приятно, что в моем окружении есть эти люди, которые понимают, увидели и понимают, что за два месяца они реально будут зарабатывать больше, чем их муж на сегодняшний день зарабатывает ежемесячно. Что они за два месяца выйдут на этот доход. Я вот вам побольше желаю таких партнеров. Так, дальше, следующий вопрос. Так, как убедить друзей вступить, мне не верят? Ну, на этот вопрос я ответила выше. Анна задает, Светлана, хочу зарегистрировать второй кабинет на сына. Карточку пионера обязательно вторую заказывать или можно одной на два кабинета обойтись? Ань, можно одной на два кабинета обойтись, просто нужно карточку привязать, привязать ко второму кабинету. Здесь единственное в чем загвоздка, когда вы будете зарабатывать большие чеки, то у вас будет ограничение на снятие в сутки. Вы в сутки можете снимать только вроде там 2,5 тысячи долларов. Представляете, у вас с двух аккаунтов упадет 10 тысяч. Ну, вот и будете каждый день бегать к банкомату. Если у вас упадет 20 тысяч, а через неделю уже зарплата. Поэтому, ну, это как бы единственное, что может помешать, да, если одна карточка на два аккаунта. У меня лично 4 аккаунта и на все 4 разные карты. Потому что, ну, как бы, я понимаю, что здесь не обойтись тысячи долларов. Это однозначно и двумя, и тремя, и четырьмя тоже. Так, дальше. Следующий наш вопрос. Говорите незнакомым, они верят охотнее. Ну, у каждого по-своему, ребят, вот реально проверено опытом, кто в чем уверен. Вот если вы уверены, что, вернее, если вы, вот вам проще подойти к незнакомому, значит, у вас и будет это проще. Если у вас какой-то блок перед знакомыми, вот он перед вами стоит. Знаете, я на последней командной конференции сказала своим ребятам, такие слова хочу сейчас для вас сказать. Мы живем один раз, один раз, один раз в этой жизни. И эта жизнь не 500 лет. Мы с вами живем не 500. Кому-то суждено прожить 60, кому-то 70, кому-то, дай Бог, 100. И понимаете, когда вы оглянетесь назад, лет так 80, и вы рядом с вами там, либо в интернете вы где-то увидите человека, который на сегодняшний день строит бизнес, не боясь. Ему не важно, знакомый или не знакомый, у него нет вот преграды перед глазами. А вы поймете, что вот тогда, там 40 лет назад, да, там 60 лет назад, я мог сделать то же самое и сейчас быть на островах. И моя бы жизнь закончилась под пальмой. Понимаете, не бойтесь делать ошибок. Никто никогда никого по голове не стукнет. И на ошибках мы учимся, мы растем. Если мы не будем с вами совершать никаких абсолютно ошибок, поверьте мне, наша жизнь будет абсолютно неинтересной. Вы должны их совершать. Так прикольнее жить в конце концов. Вы докучитесь, вы растете, вы растете эмоционально, вы растете как лидер, вы растете как человек. Вы из человека превращаетесь в человечище. Поэтому не бойтесь этого и помните, ребят, мы реально живем не 500 лет. И не факт, что мы доживем даже до 100. Проживите эту жизнь, живите каждый день как последний. Сделайте от себя все возможное. Уберите вы своих тараканов, уберите вы эти все преграды. Сделайте себе визитки. Идите и раздавайте эти визитки. Поверьте мне, посмотрите на ваше окружение. 90% людей ходят с утра до вечера на работу и не видят, что можно жить по-другому. Мы с вами, я перед вами сижу, мамочка в декрете, которая на 9-м месяце беременности пришла в компанию. И на сегодняшний день я зарабатываю уже более 160 тысяч рублей российских в месяц. Я никогда в жизни столько еще не зарабатывала. Ни один дядя бы мне не дал. У меня были бизнесы, они были традиционные. И я никогда столько не зарабатывала. Если я сегодня захотела уехать в прорубь, то я ставлю желтенький значок в скайпе и еду в свой прорубь. Потому что я хочу отдохнуть. И я знаю, что команда не распадется. И я знаю, что все будет работать, что водопровод построен. Просто я хочу, чтобы этот водопровод приносил еще больше доход. Именно поэтому я продолжаю этот водопровод строить. Уберите вы свои тараканы. Как только вы начнете относиться к жизни, что она коротка, и что мы живем один раз, и не нужно бояться совершать ошибок, вы сразу же начнете действовать по-другому. И люди почувствуют вашу энергетику. Энергетика успешного человека. И именно в этот момент к вам потянутся люди. Давайте следующий вопрос. Так, вопросики у меня немножко убежали. Так, сколько времени есть у человека, если он... А, так, извиняюсь, это мы читали. Так, говорите не... Так, ага. Я новичок в вашей команде. Вот, начала работать. Подскажите, как правильно в сообщении писать? А то у меня пока одни отказы. Есть. Но все зависит от того, как вы работаете, по каким сообщениям вы работаете, по как... Как через сайт вы работаете, либо вы... То есть это все зависит от того, как именно вы работаете. Либо вы работаете по теплому кругу, и вам нужно написать сообщение, не знаю, там, в социальных сетях, либо это, не знаю, смс-сообщение. Здесь, ну, как бы, обратитесь к своему спонсору. Тот человек, который вас сюда пригласил, он вам передаст все знания. У нас очень дружная команда, и мы реально всем помогаем. У вас есть ваш спонсор, это ваш наставник. Он не просто так называется наставником. Это непридуманное мифическое имя. Это тот человек, который будет вас наставлять. Вы спросите у него, я уверена, ваш спонсор вам обязательно поможет. Дальше. Компания платит налоги за партнеров. Да, Свет, компания платит налоги за партнеров. Компания платит за свое производство. То есть в Америке все очень строго. Поверьте мне, Бен оплачивает за его бизнес полностью все. Дальше. У многих просто нет денег, чтобы вступить к нам. Александр, это просто нет желания, либо неправильно рассказанная информация. Помните, ребят, я запомнила очень одну хорошую фразу. Все люди врут. И если человек говорит, у меня нет денег, значит он врет. Я лично регистрировалась с кредитной карты. Это была моя... Ну, я уже 5 кредитов закрыла, да, когда за полтора года в компании. И меня тогда... У меня девочка зашла, которая за месяц подтвердила золото, которая построила хорошую команду. Она зарегистрировала себя на золото и мужа. Я говорю, может ты заработаешь на регистрацию мужа на Свет? Ну, на тот момент золотой пакет стоил 7 или 8 тысяч. 7 тысяч, там плюс 7 с кредитки, минус 7 с кредитки. Да ладно, заработаю, да, положу. Все, этот бизнес у нее, этот водопровод построился буквально за месяц. Представляете? Вот, поэтому помните, если человек видит, видит возможность, он найдет эти деньги. И не важно, займет он их, кредитки оплатится, либо у него заначка лежит, либо у него на счету в банке, либо на карте лежит в банке, либо он за продуктами два раза не сходит, но он найдет эти деньги, если он поймет, куда ему предлагают идти. Дальше. А, так, как приглашать людей? Алло, есть много способов, как приглашать людей. Покажите простоту нашего бизнеса. Пригласите человека на вечернюю конференцию. Расскажите о том, какие возможности дает компания. Если вы просто, качественно донесете эту информацию, то у человека не будет никаких лишних вопросов, и он пойдет бизнес этот строить с вами. Я говорю, поверьте мне, мы шли тут с одним человеком, разговаривали по улице, он думает, становиться партнером или нет. Я говорю, знаешь, тут основной вопрос, ты хочешь денег? Он говорит, ну да, хочу. Я говорю, слушай, а если мы вот сейчас просто любого человека остановим и спросим, хочет ли он денег, как ты думаешь, какой он будет ответ? У него он говорит, ну, конечно, хочет. Я говорю, поэтому именно вокруг нас ходят те люди, которые все хотят денег. И любой из этих людей может стать нашим теплым кругом. И любого из этого человека вы можете пригласить. Конкретный пример, мой партнер зашла в магазин купить продукты, и с этого похода в магазин она пригласила 5 человек на встречу. Она задала лишь один вопрос. Там, здравствуйте, вы хотите денег? Хочу. Приходите тогда-то, туда-то, туда-то. Все. Это единственное, что она сделала. 5 человек и встреча готова. Ребят, вот когда вы перестанете все усложнять, именно в тот момент, именно в тот день, именно в ту минуту ваш бизнес будет идти просто на ура. Давайте, следующий вопрос. Света, уточни, пожалуйста. В Одноклассниках мы не выставляем ссылки на скайп и на регистрацию. Нет, мы не выставляем. Всем привет. Итак, все. Дальше. У меня новичок. До меня она уже проходила предварительную регистрацию у одного. Потом ее потеряла. Сейчас она прошла предрегистрацию, но я ее не вижу в контакт-менеджере. Посмотрите ее не в самом начале в контакт-менеджере, а в глубине. Если человек когда-то проходил регистрацию, может, она не помнит, что это было под вами, то она просто вот там обновилась где-то в глубине. Ну и в конце концов проверьте, чтобы она прошла именно по вашей ссылке, по правильной ссылке. Когда человек проходит предрегистрацию, у него вылазит еще след... Вот нажимает кнопочку «Бесплатная демонстрация», и там выходит сразу же выбор спонсора. Может быть, она нажала не на вас. То есть она должна была нажать на ваше имя и нажать кнопочку «Продолжить». И тогда бы однозначно этот человек у вас появился в предрегистрированной. Проверьте вот это, пожалуйста, потому что, ну, чтобы не было никаких нюансов, и человек зашел именно в вашу команду. Дальше. Как называется ролик с Медведевым или Путиным? Наташа, я не помню название. Введите, там, допустим, президент о интернет-бизнесе, президент о интернет-возможностях. В Ютубе эти ролики есть, классные ролики, и для тех людей, которые как раз... Я не верю, я боюсь. Это вот как раз для людей из этой серии. Так. Так, следующий вопрос. Часто задают вопрос о налогах. Платим ли мы? Ирина, мы не платим. За нас все платит компания. Вот когда у нас откроется, как у компаний, таких как «Эрифлейм» офис, мы, может быть, тоже будем платить налоги, смотря как наш президент выстроит этот бизнес. Пока нет в вашей стране офиса конкретного, налоги платит наш президент. В налоги за нас платит компания. Поймите, интернет-бизнес, он сам по себе не облагается налогами. Нет такого закона на сегодняшний день, чтобы человек, который ведет бизнес в интернете, перечислял что-то в пенсионный фонд или в налоговую. Те налоги, которые нужно платить за предприятие, за продукт и так далее, это все делает президент. Мы не платим ничего. Следующий момент. Я вам рассказываю конкретную ситуацию. Молодой человек решил, чтобы было все честно, потому что вот такой он был человек, нерискованный, пошел в налогу и говорит, вот карта, я на нее перечисляю зарплату, мне перечисляют, я зарабатываю, я бы хотела заплатить налоги. Там просто сказали молодой человек, пожалуйста, идите, идите отсюда. Это конкретный случай из нашей ветки, из российской. Это конкретный пример. Просто объясните людям, интернет-бизнес на сегодняшний день не облагается налогами. Как только у нас появится в России, если вы из России офис, да, мы будем платить налоги. Но опять же повторюсь, как наш Бен построит этот бизнес? Кто будет платить эти налоги? Либо он, либо мы. Пока этого нет, мы не платим налоги. Все налоги, которые полагается платить, платит президент за свой оборот. Все. Я думаю, этот вопрос, он у нас навсегда с вами отпадет. Так, у меня больше месяца прошло, не пришла карта Пионер. Почему? Уже больше месяца прошло. Ну, вообще, когда вы заказали карту Пионер, вам на почту должно было прийти письмо. И там ориентировочные сроки доставки. Если эти ориентировочные сроки уже прошли, то вы либо можете перезаказать карту, либо написать в суппорт Пионера и спросить, где находится моя карточка. Если эти сроки еще не прошли, то, пожалуйста, ожидайте. Вы помните, что были праздники. Почта отдыхала. Ребят, когда вот с 1 по 12 число отдыхал весь мир. Центральный банк отдыхал. Почта все отдыхала. Вы тоже, пожалуйста, берите это в расчет. Практически полмесяца ничего не работало. Ничего не передвигалось. Дальше. Следующий вопрос. Сколько будет стоить один продукт в леях? К сожалению, не могу сказать. Пожалуйста, посмотрите в интернете. Наша одна баночка во время регистрации стоит 86 долларов. Переведите, пожалуйста, через интернет. Так, дальше. Следующий вопрос. Моя карта идет уже 2 месяца. Но, ребята, опять же, я вам говорю о том, что карточка, она может идти месяц, полтора или два. Помните, что были праздники. И если, вот как только вам компания начинает писать, активируйте свою карту, активируйте свою карту, вот значит, вам карта где-то затерялась на почте. И вы можете заказать себе новую. Если компания на сегодняшний день не высылает этих писем, значит, вы спокойно сидите и ожидаете свою карточку. Сколько времени идет посылка в Беларусь? Посылка в Беларусь идет еще и быстрее, чем в Россию. Ориентировочно где-то около месяца. И то, и даже быстрее. Опять же, все зависит, если это не праздничные дни. Вы в своем бэк-офисе, в графе, так, в графе «История заказов» можете всегда отследить свою посылку. Там присвоен вашей посылке трек-код. И вы на сайте почты отслеживаете, как посылка ваша передвигается, на какой границе, в какой почте она на сегодняшний день находится. Пожалуйста, отслеживайте свою посылку, как бы с посылками, что с картами проблем никаких нет. Так, про карту мы поговорили. Свет, а когда достигаешь квалификацию золота, платины и так далее? Компания высылает грамоты о достижении ранга. Я видела у некоторых наших партнеров такие грамоты. Они, так, или они сами распечатывают. Нет, Сергей, это высылает компания. Помимо грамоты, вам еще и приходит значок. Значок, где написано либо платино, либо бриллиант. Бриллиантовый значок даже с таким маленьким бриллиантиком приходит. Ну и, естественно, золото, серебро и бронза. Это все высылает компания по достижению ранга. Поэтому, если вы достигли ранга, то, конечно, ожидайте. Скоро вам будет такое поощрение. На самом деле, очень приятно. Бен классно придумал. Очень приятно, когда есть на что полюбоваться. Когда ты понимаешь, что, да, ты заслужила. Это твоя заслуга. Это твоя работа. Совершенная, да. Твоя награда за работу неправильно выразилась. Так, а как завести второй аккаунт на себя? С тем же фамилия, имя, отчество. Только почту другую указать? Нет, Лен. Аккаунт должен быть оформлен, именно сам аккаунт, он должен быть оформлен на какого-то другого человека. То есть имя и фамилия должна быть другая. Адрес доставки вы можете указать свой. Почта, естественно, и номер телефона должны быть другие. И оплату вы должны произвести с другой карты. То есть для того, чтобы зарегистрировать второй аккаунт, обязательно, чтобы была другая почта, другой номер телефона и другая карточка. С одной карты невозможно проплатить два аккаунта. У меня аккаунты оформлены на то имя, да, если это мамин аккаунт, на мамин имя, мужа, на мужа, дочери, дочери. А адрес доставки, допустим, адрес доставки, имя, фамилия, кому должна прийти посылка, приходит на меня. То есть на самом деле там все очень просто, вы разберетесь. А, так, Ксения пишет. Свет, добрый вечер. Если я приглашаю, а моя команда нет, значит, не так объясняю им неправильно. Провожу обучение, все вроде даю. Говорю про скайп втроем. Ксюш, здесь, понимаете, дело в том, что еще как вы их пригласили. Вы должны объяснить, что этот бизнес строится очень легко, но это не халява. Что если человек зайдет и не сделает никаких действий, то с неба ему не упадет миллион. Либо он делает какие-то действия и за это очень хорошо получает. Либо он сидит и ничего не делает. Также многие, ну прям вот большое количество новичков очень долго раскачиваются. Пока вот они не увидят, что здесь вообще реально. То есть люди такое ощущение, что приходят еще не с полным пониманием бизнеса. То есть у них нет быстрого старта. И вот примерно ко второму месяцу, да, к началу второго месяца люди начинают уже прям конкретно раскачиваться, понимать, где они, что они, сколько они здесь могут зарабатывать. Попробуйте просто им объяснить, что это реально мечта, что это та возможность, которая может быть дана им всего лишь один раз в жизни. Я думаю, они вас услышат и ваша вот именно уже работа пойдет намного быстрее. Светлана пишет, а можно подключиться на бронзу, а когда заработаю, перейти на золото? Конечно, Светлана, вы можете в дальнейшем либо проплатить золотой автошип, либо вы можете дорасти до ранга золота и вы будете золотом. Дальше. Дальше. А если зашла под золото и еще не зарегистрировала никого, я буду дальше под статусом золота? Когда вы заходите на золотой пакет, этот статус вам дается ровно на один месяц. Один месяц вы партнер золотой. Далее вы либо подтверждаете этот ранг, либо вы становитесь там серебро, либо бронзу. То есть этот ранг вы покупаете на один месяц. И, ребят, вы поймите, не важно, вот это не важно. Я всегда всем говорю, важен старт. 90% это бизнес дубликации. 99% людей просто вас дублицируют. И если вы заметили, а я думаю, каждый из вас, кто предлагал наш бизнес, заметил это, люди спрашивают, а на какой пакет ты заходила? А на какой пакет ты заходил? И когда вы говорите, тот пакет, люди просто вас дублируют. У меня есть такой человек в команде, который заходил на бронзу. Зашел на бронзу и устроил быстро свою бронзовую структуру. Ее просто это не устроило. Она проплатила золотой автошип и, естественно, стала говорить, я заходила на золото. Все, она начала строить свой долгосрочный бизнес, золотую свою структуру. Поверьте мне, здесь не важно, один вы месяц золота, два или десять, здесь важен старт. Он очень важен, потому что бизнес дубликаций. Поймите, пожалуйста, и услышьте меня. Люди будут вас дублицировать, и вы просто в неимоверную разницу почувствуете, что такое золотая структура, а что такое, допустим, структура обычного дистрибьютора. Давайте, следующий вопрос. А, так, абсолютно согласна, энергетика чувствуется даже на расстоянии. Верочка, вот, вот прямо подписываюсь под каждым словом. Светлана, подскажите, пожалуйста, у меня сестра начала принимать капсулу. Я сняла ее замеры, взвесила, она начала худеть. Я слышала, что компания высылает 1000 долларов за 90 дней результата. Куда вводить данные и какие, чтобы получить бонус за результат? Кать, есть у нас в нашем бэк-офисе прям такая графа, 90 дней. Заходите туда, там открывается форма для заполнения. Туда еще фотографии вроде девчонки закидывают. Вот, прям заходите в наш аккаунт и вводите все данные, как вот, как анкета там идет, вы это все заполняете. Через гугл-переводчик все это, естественно, наш бэк-офис переводит. Вот именно в нашем кабинете. Все вводите. Я вам так могу сказать, что реально партнеры выигрывают 1000 долларов за то, что они становятся красивыми, молодыми, стройненькими и еще и на 1000 долларов богаче. Поэтому, Катечка, идите, не медлите, потом отпишитесь, выиграла ваша сестра или не выиграла ваша сестра. Дальше. Так. Я уже месяц в бизнесе и теплый и холодный круг задействован. Все делаю, как мой спонсор, но ни одной нет регистрации. Значит, вы делаете немножко что-то не то. Либо у вас не прошел накопительный момент. Есть такое, как накопительный момент. Вот, лично он у меня есть. Люди, им свойственно думать, да, нам всем свойственно думать, анализировать. Может быть, они еще созревают. Есть такой закон клубники, посмотрите его в Ютубе. Может быть, они реально еще созревают, им нужен какой-то толчок. Ну, покапайте вы им на мозг. Ну, поговорите вы, ну, покажите вы какие-то ролики. Ну, поговорите, о, президент, наш президент, а у нас у компании три завода, а какая стабильность и так далее. Понимаете, ребят, человек, он либо соглашается сразу же, либо ему нужно время подумать. И вот здесь, как тот человек, которому нужно время подумать, его можно подтолкнуть к регистрации. И вот как только вы начнете подталкивать к регистрации, главное не навязываться ни в коем случае. Это прям я вам точно говорю. Это просто так не означает. Раз сказала, два сказала. Поверьте мне, в ближайшее будущее человек просто перестает спать. Он перестает спать, просыпается. Мне девочка одна рассказывала, она общалась с девочкой. И потом, все, разошлись, одна спать ушла, через где-то полчаса пишет, я не могу уснуть. Я не могу уснуть. Все, мне снятся уже кошмары. Давай регистрироваться. Вот, понимаете, вот вплоть до такого. Так, давайте следующий наш вопрос. При сахарном диабете капсулы нельзя принимать, кто именно на инсулине. И вообще желательно проконсультироваться с доктором, потому что, на самом деле, сахарный диабет – это очень серьезное заболевание. По субботам ведет наш доктор Наталья Щербакова. Вы можете обратиться к ней по этому поводу. Точно знаю, если человек на инсулине, то нельзя употреблять. Это вот точно. Так, дальше, следующий вопрос. Скажите, если зарегистрировался с бронзой, а второй автошип можно проплатить с серебра или золота? И как это повлияет на дальнейшее развитие? Надежда. Конечно, вы можете автошип ежемесячно проплачивать, какой вам угодно. Вы можете каждый месяц золото проплачивать. Как это повлияет? У вас, вы становитесь на месяц рангом, какой пакет вы приобрели. Приобрели золотой автошип – вы золото. Приобрели серебряный – вы серебро. Дальше. А правда, что помогает при сахарном? Вот, ребят, вот у кого не то, что сахарный диабет, а у кого повышен, допустим, понижен сахар в крови. Вот это да. Нормализуется вес, нормализуется давление, нормализуется сахар в крови. Это примеры живые наших партнеров. Но если человек уже с диабетом, с конкретным диабетом, и если это еще инсулин, да, то здесь, понимаете, там такая сумасшедшая диета у этих людей. Тут как бы у нас капсулы, они состоят из травок. Да, то есть это натуральные продукты, но это травки. И именно противопоказано, кто уже на таких стадиях. Если это просто нормализовать сахар в крови, то да, это правда, есть такие партнеры. Это уже из опыта именно наших партнеров. Давайте, следующий вопрос. Если я проплатила на золото, а дальше потеряла, как получить карту оплаты? Лидия, ваш ранг никаким образом не зависит от карты Пионер. Вам карта в любом случае придет. Золото вы, бриллиант вы, бриллиант вы в короне, либо вы дистрибьютор, неважно. Вы получаете свою карту Пионер. Она высылается каждому партнеру компании абсолютно бесплатно. Если вы, конечно, ее заказали. Так, дальше. За что сняли 75 долларов? Я только месяц в компании. Наташа. Ежемесячно. Для того, чтобы оставаться партнером компании, каждый из нас делает товарооборот. С этого товарооборота нам выплачивается наша пятая зарплата. Нам выплачивается 5% от компании. Ранги и так далее, и так далее. Вы, когда регистрировались, вы ставили галочку, где написано, что такая-то сумма сейчас будет снята с карты, да, это за ваш пакет. И 75 долларов 72 цента автоматом будет сниматься с вашей карты ежемесячно. Вы ставили эту галочку, вы читали. Вот одна баночка, вы проплатили баночку продуктов, которая придет вам на почту. С этой баночки продуктов мы зарабатываем. Вы будете зарабатывать очень хорошие деньги. Посмотрите на чеки партнеров, на их пятые зарплаты за месяц, и вы поймете, о чем я говорю. И, пожалуйста, ребят, когда вы регистрируетесь, будьте внимательнее, что вы подписываете, где вы ставите галочки. Там все написано русским языком. И если вы не знаете маркетинг, пожалуйста, ходите на наши конференции. Каждую конференцию говорят одно и то же. И говорят об этих баночках, и о пакетах, и о бонусах, чтобы вот таких вопросов не возникало. Скинули ролик, спасибо большое, Ирина. Так, в пенсионы мы можем только добровольно вносить взносы. Ребята, ну о чем вы говорите? Ну какая может быть пенсия? Какой, вернее, может быть пенсионный фонд? Да вы вкладываете эти деньги у себя на карту складывать. Потому что я не помню, где-то я такое читала, что не буду врать, ладно, цифры не помню. Я вам так могу сказать. Складывайте их себе на карту. Ваша пенсия, вы на нее заработаете за год. Вот если вам государство будет выплачивать по 7 тысяч, то значит у вас ежемесячно вы заработаете на свою пенсию как минимум тысяч по 40, по 50 в месяц. Поверьте мне, это конкретно что уже будет отложено. И это очень даже маленькие цифры, которые я назвала. Так, дальше. Мне пришла карта, но я не могу ее активировать. Не получается. Ларис, ну я не знаю, что именно не получается. На самом деле там все просто. Заходите в аккаунт Пионера, нажимаете кнопочку, да, у меня есть карта. И по подсказкам Пионера там нужны контрольные вопросы, контрольные ответы на вопросы. Придумывайте себе пин-код и все, карточка активирована. Не знаю, попробуйте позвонить своему спонсору, пусть он вам через скайп по демонстрации экрана поможет это сделать. Но там очень все просто на самом деле. Я не могу зарегистрироваться. Что сделать? Аленочка, вот вы выбрали себе спонсора. Вот сейчас после конференции свяжитесь с ним, он вам поможет зарегистрироваться, смотря в чем ошибка. Может у вас карта не проходит, может на карточке недостаточно денег, а может вы что-то в регистрации делаете неправильно. Свяжитесь с тем человеком, который вас пригласил на сегодняшнюю конференцию, и он обязательно вам поможет. И вы станете нашим партнером, мы будем очень рады видеть вас в нашей команде. Так, три недели на Урал посылка и карта. Пожалуйста, Иван. Иван еще так кратко написал, мне кажется, Иван очень легкий человек, именно поэтому у Ивана так все легко получается. Я очень за вас рада, Иван. Так, следующий вопрос. Сколько времени карта идет в Казахстан? Я, к сожалению, не живу в Казахстане, карта всем идет по-разному, но считайте где-то месяц-полтора. А вот, пожалуйста, Александр пишет 5-7 недель, все. Так, спасибо, не пришло сообщение, активировать карту. Спасибо за подробную информацию, а карты еще нет. То есть, сообщение пришло. Поэтому можете заходить в кабинет Пионера, перезаказывать себе карточку, либо писать им о том, что карта мне не пришла. Вышлите мне, пожалуйста, новую карту. А если на одну единицу продукта, а заказываешь несколько, цена такая же, смотря сколько вы заказываете, у нас можно автошип проплачивать даже там 20 вроде баночек есть. То есть, естественно, цена ниже. Если вы регистрируетесь, да, то, к примеру, золотой пакет стоит 210 долларов. Если вы в дальнейшем проплачиваете, то это уже 199 долларов. То есть, уже идет дешевле. Почему? Потому что во время первой оплаты вашего продукта вы еще оплачиваете регистрацию нашего бэк-офиса. Все, в дальнейшем сумма идет уже меньше. Дальше. Карта пришла, посылки нет, хотя продукт заказала раньше. Ларис, ну зайдите вы в свой кабинет, возьмите вы трек-код для отслеживания и посмотрите, где в конце концов находится ваша посылка. Ну, всем всегда все приходит. Ребят, компания настолько четко и отлаженно работает, что никогда не может быть даже вопросом, что у кого-то что-то не пришло. Зайдите и проверьте, где же находится ваша посылка. Дальше, следующий вопрос. Света, вы упомянули про визитки. Как правильно их оформить, как правильно подписать, чтобы это точно зацепило человека? Но тут, понимаете, тут как бы каждому по-разному. У меня, допустим, на визитке написано, у меня вообще классная визитка. Она у меня сделана в форме карты Пионер. И там написано о том, что заработок от 1000 долларов. Ну, то есть, как бы мои контакты. Просто сама визитка даже сделана настолько интересна. Вы подумайте, что цепляет ваш город, какая цифра цепляет ваш город, какой бизнес вы предлагаете. У меня написано стабильный доход от 1000 долларов на начальном этапе. Вот так вот. Дальше. При покупке пакета начислено 8 долларов. Должны ли сразу поступить на карту? Любовь. Вообще, 8 долларов начисляется в первую неделю нового месяца. То есть, они вам, в принципе, были, если вы зарегистрировались в декабре, они вам начислены были в январе. Если вы в кабинете не сделали настройки и не переставили галочку, то есть, получается, эти 8 долларов пошли на карту, то на сегодняшний день они повисли в воздухе. Почему? Потому что на карту поступает от 25 долларов. То есть, вам на сегодняшний день нужна сумма, чтобы вместе с этими 8 долларами было в совокупности 25. И тогда эти 8 долларов вместе с той суммой попадут на вашу карточку Пионер. И если вы ставили галочку и делали настройки, чтобы деньги приходили в ваш кабинет, то эти денежки лежат в вашем кабинете. И вы легко их можете вывести через спонсора на свою сбербанковскую карту. Дальше. Следующий вопрос. Светлана, я на золоте. Могу я подключить на золото мужа, сына, знакомую? То есть, 3 человека. А в следующем месте я должна подтверждать статус золота? Светлана, вы можете подключить и вот своих троих близких, хоть 10 человек, не важно. Вы покупаете этот ранг на месяц. И в течение месяца либо вы его подтверждаете, либо вы покупаете потом опять, либо вы, если вы его не подтвердили, то вы становитесь тем рангом, который вы подтвердили. Сходите на наш маркетинг и уделите внимание именно рангам, чтобы вам понять. Необязательно, я опять же говорю, ребят, не обязательно его подтвердить. Очень важно стартовать. Вы должны правильно стартовать. Вот вы поймете это, когда вы будете разговаривать со знакомыми. Не важно, холодный это теплый круг. Это на самом деле не важно. Люди будут дублировать нас. Это бизнес дубликаций. И в конце концов люди, они иду за человеком, они готовы идти за человеком. И для них важно, какой статус имеете вы, на какой статус заходили вы. И если вы зашли на золотой статус, то естественно 99% людей сделает то же самое. Дальше. Так, так, так. Мне 8 долларов в кабинет чеком пришли. Замечательно. Компания, ребят, ну ни разу в жизни компания не задерживала зарплату. Было такое, что на день было раньше. Мы как бы сидели вообще, думаем, вот где в государстве выплачивают хорошую зарплату, цент в цент и еще и на день раньше. Ну где? Да такого не бывает. Да я даже не знаю, в сетевых компаниях такое бывает или нет, кроме нашей компании. Когда нам пришла зарплата реально просто на день раньше, и так уже было неоднократно, но, конечно, мы все партнеры просто понимаем, насколько, насколько вообще крутое место, где мы сейчас находимся. Давайте следующий вопрос. Света, если спонсор игнорирует работу с нами, а у нас возникает очень много вопросов, к кому можно обратиться? Мы новенькие. Заходите в свой кабинет. Графа «Аплайн по привлечению». Там три ваших высших стоящих спонсора. Их электронный адрес и их номер телефона. Заходите, звоните вашему вышестоящему. Звоните еще вышестоящему. То есть у вас есть три спонсора. Вы никогда здесь не будете одни. Вы всегда сможете найти себе поддержку. «Аплайн по привлечению» эта графа называется. Повторюсь еще раз. Так, следующий вопрос. Вам не кажется, что одноклассники уже перенасыщены аналогичными предложениями о работе? Я вам так могу сказать, дорогие мои. Не важно, одноклассники, теплый круг, холодный круг, сайты-воронки, объявления на столбах, визитки в руки, какие-то предложения. Если вы уверены в том, что вы делаете, если вы горите, если у вас чешутся руки, если вы понимаете, где вы находитесь, если ваши ноги хотят идти, а вы готовы рассказывать это всему миру, перенасыщенно, не перенасыщенно. Вот поймите, вот может быть такое, допустим, вы пришли, вы знаете, вот банальный пример, школа. Допустим, два учителя. Один ведет физику, второй ведет физику. Вы приходите к одному на урок физики, и настолько доступно, настолько приятно, и вам хочется в детстве стать физиком. Приходите ко второму, у меня просто у самой такая ситуация в школе была. Приходите вы ко второму, учитель. Ну настолько скучно, что думаешь, господи, да вообще зачем мне это надо? Вот у меня реально была такая ситуация, когда у меня был один преподаватель, я прям сзади материалы читала, насколько меня это увлекало. Когда у нас сменился преподаватель, я стала ненавидеть физику. Здесь то же самое. Независимо, что происходит на рынке, если вы идете, делитесь этой информацией, если ваши глаза горят, если ваша душа, открытое сердце, готова кричать на весь мир о нашем бизнесе, поверьте мне, насыщенность и перенасыщенность не помешают вам абсолютно. Дальше, следующий вопрос. Так, дальше. Здравствуйте, Света, у меня на клубничной страничке интересующие переписки. Но как заходит речь о просмотре маркетинга, все молчат, что это может значить. Ирина, я не знаю, что это может значить, я не знаю, как именно вы работаете. Пожалуйста, обратитесь к своему спонсору, чтобы он прям подробно разобрал вашу работу. И тогда уже можно будет узнать, что на самом деле это значит. Следующий вопрос. Так, написано не по-русски. Так, Света, скажи. Так, Света, скажи, появится сколько платить за автошип? А, пожалуйста, сколько платить за автошип? Значит, автошип у нас стоит 75 долларов, 72 цента. Это для всех партнеров. Так, я на золото регистрировала, я не могу понять на самом деле, что написано. Ребята, старайтесь, пожалуйста, писать русскими буквами. Так, я на золото регистрирована. Я от 3 приглашенных, сколько мне платить за автошип? А, сколько вам заплатят за автошип, всего вероятнее. Смотрите, значит, независимо, сколько вы людей пригласили. Вы пригласили человека. Допустим, одного. Этот человек зашел на пакет. Вы, естественно, получаете свой бонус. Когда человек проплачивает свой первый автошип, вы получаете минимум 15 долларов. Это наш 9 бонус от компании. Когда человек уже оплачивает свой второй автошип, то вы получаете уже обычно комиссию по матрицу. В среднем это от доллара до 2. Ну, все. То есть первый автошип 15, второй автошип уже доллара 2. Если вы спрашиваете, сколько стоимость автошипа, то это 75 долларов 72 цента. Я не могу активировать карту, не получается. Ларис, обратитесь, пожалуйста, к спонсору по демонстрации экрана через скайп. Пусть он вам поможет. На самом деле там все очень просто. Зайдите в кабинет пионера и пользуйтесь подсказками. Вводите те данные, которые пишет пионер. У вас обязательно все получится. Если сделала заказ бронзы, а в команду не пригласила. Что будет с заработком? 8 долларов, Михаил. 8 долларов, обеспеченных от компании. Вот будет ваш заработок. Дальше. Сколько стоит бронза? Нам только дистрибьютор, серебро и золото. А сколько бронза стоит? Нам только дистрибьютор, серебро и золото. У нас, вот когда вы заходите в компанию, у нас есть 3 ранга. Дистрибьютор, серебро и золото. Для того, чтобы стать бронзой, этот ранг, он не покупается, он достигается. Вам нужно пригласить минимум трех партнеров на любой из пакетов. Как только вы это делаете, вы автоматически становитесь бронзой. Дальше. Здравствуйте, Светлана. Так, мне пришла в Казахстан за 3 недели. Вот замечательно. Так, а если я не знаю адрес, что делать? Чего вы не знаете адрес? Пожалуйста, уточните. Адреса все известны. Адрес компании написан в кабинете. Адрес пионера написан в кабинете пионера. Свой домашний адрес, я думаю, вы знаете. Ну, как бы, пожалуйста, пишите подробнее. Я не понимаю, о каком адресе вы говорите на самом деле. У меня пропало сообщение. Ребят, ну это что-то с вашим компьютером. У вас пропало сообщение. Может быть, его удалили. Посмотрите в корзине. Наташа пишет. Пришло сообщение от пионера сделать фото паспорта. Я два раза при оформлении скидывала фото. Что это? Наташ, это пионер проверяет некоторых людей выборочно. Понимаете, пионер, банк, чусь. Карты пионер. Это такая же карта, как в России, допустим, Сбербанк. И когда вы идете оформлять карту, вас обязательно фотографируют. Здесь компания выборочно проверяет своих людей, у которых есть счета в банке. Видимо, вы тот человек, на кого как раз упал на сегодняшний день выбор. Отсылайте фотографии. В этом нет ничего плохого, ничего страшного. Это банк, это система, это счета. Это все очень серьезно. Поэтому отсылайте, даже не сомневайтесь. Как бы вообще абсолютно нет ничего такого. Дальше, следующий вопрос. С ноября нет еще посылки моей. Леночка, отследите свою посылку. Где ваша посылка? Не дай бог вам не принесли извещение, и она уже ушла обратно. Зайдите в кабинет свой, пожалуйста, отследите, где же она находится. Дальше. Сегодня хотела снять с карты 60 долларов. Не получилось. В Сбербанке сказали, сходите в другой банк. Почему? Перечислили на карту 84, со всеми осталось 65. Хотела снять 60. Тамара. Вот честное слово, вообще не хожу в банк. Иду в банкомат. Сначала захожу в свой аккаунт Пионера. Смотрю счет. Заложу в интернет. Допустим, там, решила я пойти в Сбербанк, в Русский Стандарт, в Хом, в Кредит. Неважно, в любой банк. Там, экспресс. Я смотрю, какой у них курс доллара. И по этому курсу доллара считаю, примерно, сколько у меня денег на карте. Иду спокойно. Свою карту вставляю в банкомат и снимаю. Вот сделайте ту же самую процедуру. Почему вам Сбербанки отказали, я не знаю. Может, вы что-то неправильно им сказали. Потому что это обычная карточка Мастеркард. Система Мастеркард – это международная система. И мы можем снять деньги с этой карты. В любом банке и в любом банкомате, где есть система оплаты Мастеркард. А система, еще раз повторюсь, оплаты Мастеркард – это международная система. Я сейчас сижу у себя в Омске. Я пойду с ним. Я сяду сейчас на самолет, улечу в Турцию, в Голландию, в Швейцарию. Неважно, куда я улечу, я смогу обновичить с этой карты деньги. На то она и есть система оплаты Мастеркард. Так, дальше. Татьяна пишет. Светлана, скажите, у меня будущий партнер. Проживает в республике Крым, и у них не обслуживаются карты. Может ли она работать в компании полноценно? Татьяна, я уверена, что она может работать полноценно в компании. Во-первых, я уверена, что Путин с Крымом разберется в ближайшее будущее. Она спокойно может выслать по почте, переводом эти деньги вам. Деньги она может в кабинете своем складывать. Вы можете также потом их выводить и перечислять опять же каким-то переводом. У нас, допустим, партнеры с Украины. Когда были такие определенные проблемы, мы всем так делали. Поэтому с этим, понимаете, если сильно захотеть, можно в космос улететь. Вы думайте, выкручивайтесь, анализируйте. Прям пусть человек высылает вам на пакет, вы регистрируетесь. Допустим, договоритесь, что вы будете обналичивать эти деньги переводом. Когда у нее будет, допустим, 200-300 долларов, чтобы часто не бегать. Все, она там зарплату свою получила за неделю 300 долларов. Все, вы пошли, обналичили. Я думаю, помочь партнеру труда это не составит. Дальше давайте, следующий вопрос. А вот, кстати, Татьяна, я уверена, что президент в ближайшее время все налаживает. Понимаете, нам все же нужны деньги. Поэтому сейчас нас, тех, вернее, кто работает на дядю, налоги покачают. Те, кто ведет традиционный бизнес, с них налоги покачают. И обязательно в Крыму все сделают. Поэтому строите бизнес дальше. И пусть этот человек начинает уже строить свое будущее в нашей компании. Дальше, следующий вопрос. Света, уже 6 дней, карта находится в обработке. Что делать? Ничего ждать. Ждать, она обрабатывается. И поверьте мне, она может быть даже уже вышла и на пути к вам. Дальше. У меня не попали 8 и 84. У меня не попали 8 плюс 84. 93, а поступила 84. Тамара, все можно отследить в нашем кабинете. Еще раз повторюсь. Смотря, когда вы зарегистрировались. Если у вас регистрация была в декабре, то вы можете, вы должны, к вам эти деньги придут в первую пятницу января. Пришли. Если у вас регистрация была в январе, то вам эти деньги поступят в первую пятницу февраля. Смотря, когда у вас была регистрация. В кабинете все видно, куда идут деньги. В кабинете, в нашем, в графе «Мой заработок» вы видите, какая сумма пришла, какая сумма ушла на карту, какая сумма осталась в кабинете. Там же все видно. Зайдите, пожалуйста, и посмотрите. В кабинет заходить в компании. Вы не знаете, как зайти в кабинет компании. Ребята, скиньте, пожалуйста, в чат ссылку для входа в личный кабинет. Пусть у нас, ну, Лариса зайдет, посмотрит, как это выглядит. А вообще, Ларис, ну, такие вопросы, конечно, ну, обратитесь, пожалуйста, к своему спонсору. Он проведет вам экскурсию по кабинету. Он расскажет, да, что там с вашим кабинетом. И скажет, куда вводить логин ваш, куда вводить пароль. Там на самом деле все очень просто. Сейчас ребята вам скинут ссылочку, сейчас я чат открою, скинут ссылочку на личный кабинет нашей компании, где написано, для зарегистрированных пользователей вводите ваш логин, который вы придумали, вводите ваш пароль, который вы придумывали, и спокойненько заходите в свой онлайн офис, в свой кабинет. Так, дальше, следующий вопрос. Карта пока не пришла, но за продукт снимают с моей кредитной карты. Потом можно перерегистрировать карты, как придет. Как только придет ваша карта Пионер, конечно, пожалуйста, поменяйте данные в кабинете, и все. Поменяйте данные в кабинете, в кабинете у вас уже будет карточка Пионер стоит. Дальше. Приятный слой. Пожалуйста, пожалуйста. Сколько у вас лично приглашенных всего? Любовь. Если за все время работы, вот реально не считала, но как-то самой стало интересно, ну, я вам могу сказать, ну, человек, наверное, 500, 600, вот так вот. Вот это вот именно первая линия, которые приходили, уходили. Самое главное, что я хотела посчитать, но так как уже кто-то приходил, кто-то выходил, на сегодняшний день это нереально сделать. Единственное, у меня была мысль написать в компании, но как-то не стало, не знаю. Наверное, по причине того, что я знаю, что здесь я на всю жизнь, и, в принципе, для меня не важно. 500 – это 600 человек. Ну, там я знаю, что через год это будет сумма тысячи, полторы тысячи человек. И как-то не знаю. Ребят, не считайте, не считайте. Делайте все от души. Будете делать от души, будете рассказывать людям, не будете считать. Вот если честно, вот некоторые партнеры проверяют зарплату. Ни разу в жизни я не проверяла зарплату от компании, потому что я настолько в ней уверена. Вот компания – это мой второй дом. Когда я иду к себе домой, я уверена в своем доме, что у меня пол не рухнет. Я в этом уверена на 100%. Компания – это то же самое. Верьте в себя, верьте в компанию, и у вас обязательно все получится. Дальше давайте. А что такое сайт «Воронка»? Женя – это сайт, на котором информация определенная о компании. Человек читает, если его это устраивает, он заходит в нашу компанию. Дальше. Руки каждый день чешутся. Я очень рада, я очень-очень рада. Дальше. Если я являюсь партнером компании, а друзей еще не регистрировала, зарплата мне будет 8 долларов, ваша зарплата, если вы никого не пригласили в компанию. Где найти шаблон визитки? В виде карты «Пионер», как у вас? «Женечка, это нужно сделать». Я пошла. У нас называется это «Дом Союзов», там, где печатают это все дело. Мы с дизайнером сидели, это все разрабатывали. Она мне скидывала домой шаблоны, я ей перезванила, говорю, вот это мне нравится, это мне не нравится. Вот это давайте переделай. Мы визитку мою делали две недели. Поэтому потрудитесь, пожалуйста, сходите к дизайнеру, и пусть он вам это сделает. А, как перевести доллары в гривны? И можно ли расплачиваться гривной? Татьяна, мы снимаем с нашей карты в любой валюте. В любой валюте. Вот я снимаю у себя в российских рублях. Вы, естественно, будете у себя снимать в гривну. Чтобы узнать сумму, заходите в интернет, в конвектор, и просто переводите доллары в гривны, и вы узнаете, сколько на вашей карте. И все, по курсу доллара. Потому что, ребят, каждый день курс новый. И никто вам не даст ответ на вопрос, какая именно карта, сколько именно, вот сегодня у вас может лежать, допустим, столько-то, да, гривен, завтра у вас уже там на 20 больше. Потому что курс доллара подрос. Дальше. Адрес дома, ой, я не понимаю на самом деле. Калькулятор, вот, замечательно. Живу в Круму, я в Ялте, и у нас не обслуживаются карты Мастеркард. Валентин, я как бы уже это сказала, я уверена на 100%, что Путин обязательно это решит. Вы же видите, как он переживает за Крым. Потерпите немножечко. Самое главное, что у вас делаются переводы. А спонсор всегда поможет вам вывести ваши деньги. Маша Клименко, спасибо большое. Вот, смотрите, партнеры, это ссылка на вход в наш личный кабинет в Киньи Бодике. Всем, кому она нужна, пожалуйста, сохраните ее у себя. И всегда по ней заходите. Именно с помощью этой ссылки вы строите свой бизнес. Ребята, я очень рада была сегодня с вами пообщаться. Я очень рада, что у вас столько вопросов. Я хочу вам сказать, сейчас после конференции, я поставлю вам ролик. Хочу с вами поделиться определенными чувствами, определенными эмоциями. И хочу, чтобы вы все запомнили, что наша жизнь, она на самом деле короткая. И живите каждый день, как последний. Делитесь мечтами, делитесь своими эмоциями, делитесь тем позитивом, который у вас внутри. Общайтесь, раскрывайтесь к людям. Поймите вы, что люди вокруг нас, они ждут другую жизнь. У вас в руках другая жизнь. Поделитесь этой жизнью с людьми. Осуществите мечты других. Поделитесь той радостью, которую у вас сейчас есть в вашем сердце. Ребят, вы сделаете людей счастливыми. Поверьте мне, когда вы увидите улыбки ваших близких, потому что их жизнь меняется, ваше сердце, оно будет просто рыдать от счастья, то, что вы смогли это сделать, то, что вы смогли помочь своим близким людям. Я всем вам желаю, чтобы для вас 2015 год стал особенным, чтобы в этом году вы выросли так, как еще до этого не выросли ни за один год, чтобы именно этот год для вас стал решающим в вашей жизни, чтобы он приобрел новый смысл, и ваша жизнь, она стала классной, эмоциональной, яркой, красивой, богатой, счастливой. Все, ребят, ставлю ролик, прослушайте и посмотрите его, пожалуйста, до конца. Я хочу, чтобы вы вслушались в эти слова. И запомните, не бойтесь делать ошибок. Делайте эти ошибки. Делайте, делайте, делайте. Поверьте мне, через несколько ошибок вы сделаете так красиво, как никто красиво не делал это до вас. Всего хорошего вам, дорогие мои. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok